Убивают образование, здравоохранение, культуру. Говорят об эффективном контракте. Не хотите платить зарплату? Так и скажите. Хватит врать. Говорят оптимизация. Что оптимизируют? Закрывают больницы, школы, музеи. Стильный, премиальный, который является... Хватит заниматься пиаром, надо обратить внимание на народ. Поэтому еще раз я призываю. Я не хочу кричать против или против. Я всегда позитивный человек. Я говорю за. Давайте объединяться и бороться за свои права. Мы за то, чтобы нам разрешили и упростили процедуру проведения законных забастовок. У нас нет сегодня никакой возможности сесть за стол переговоров с работодателем на равных условиях. Мы сидим с Библией, а не сидим с пистолетом. Нас интересует защита наших прав. Прав студентов, преподавателей и сотрудников. Да, сейчас в вузах мы не способны создать полноценный профсоюз. Или захватить и сделать нормальным существующий правсоюз. И это фактически невозможно ни в одном вузе в стране. Но мы ставим такую задачу. Группа людей, категории людей, которым трудовые мигранты нравятся. Это работодатели. Посмотрите внимательно на то положение, в котором сейчас находятся трудовые мигранты. И на те инициативы, с которыми выходят богатые люди в Российской Федерации. И вы поймете, что российскому работнику готовится участь трудового мигранта, который работает по срочному трудовому договору. Какая реформа предполагает? Вопрос в том, что мы можем им противопоставить. Никогда не будут считаться за слабыми. Лозунг нашего профсоюза. Не надо плакать. Организуйтесь. Это вопрос, в том числе, и в первую очередь, о наших трудовых правах, о наших социальных правах, о нашем достоинстве как работников, о свободных профсоюзах, о праве на запастовку, о праве на самоорганизацию. О том, будет ли у нас достойная пенсия, и о том, будут ли у нас сильные организации, которые способны все это защитить. Совершаем наш митинг. Разрешите я от имени участников зачитаю проект резолюции. Отмены антисоциального федерального закона номер 83. Учета поправок профсоюзов при принятии федерального закона об образовании. Музыка